На этом холме находится Саканский район. Вот там и пройдет моя утренняя пробежка сегодня. В этом микрорайоне есть такая любопытная деталь. Автобусная остановка прямо под подъездом. То есть в принципе пенсионерам удобно. Можно выйти из подъезда и сразу же сесть в автобус. Но как бы тут дети там все такое. Им гулять просто негде. Смотрите какой узкий тротуар. Где-то метр, может полтора. О, Жигули. Смотрите какие гаражи миленькие. А еще я сейчас покажу такой момент интересный. На самой остановке лавочка для гопников. Вот такой уровень. Мне где-то по лодыжку. А что еще заметил. Тут есть вот такие вот надписи про историю. Рассказываю историю конкретно вот этого вот кувшинчика. Где его нашли, когда нашли. Вот это вот интересно. Можно изучить историю. А еще здесь есть инструкция как оплачивать проезд. Написано, что на каждой остановке есть такие вот автоматы. Но тут на этой нету. Но есть за то есть просто как покупать искренний бумажный билет через приложение. И вот собственно автобус поехал. Чешский Солярис. И тоже есть карта города и общественного транспорта. Написано кто профинансировал и на какую сумму. Конечно же Евросоюз. Такая интерактивная карта удобная. Табло светится. На табло показывается только дата и время. А напротив установки что-то типа родника. Написано, что вода не питьевая. И беседочка такая вот великая. С болгарскими флагами и барбекюшницей. Вот я вышел к цыганскому кварталу, который располагается на окраине города. Называется Лозенец. Ну что, пошли исследовать. Итак, первое что я вижу, тут нет дорог. Тут просто грунтовка с камнями. Для сравнения вот так вылевает миг район. Тут нормально асфальтированная дорога, тротуары. А вот за вот этой линией с точной канавой цивилизация заканчивается. Начинается какое-то село. Дома тут преимущественно простые. Собраны из подручных средств. Не отштукатурены, с открытыми лестницами. Многие кстати без забора живут. Видно друг другу они не воруют. А тут такая сетка рабица старая, ржавая. Конечно же куча мусора, в том числе и на крышах. Вот так вылевает большинство улиц. Тут нет ни асфальта, ничего. Просто камни, иногда бетон. Тут новенькая кофемашинка, которую еще не украли. Вот так выглядит улица. Даже угна есть. Все в порядке, цивилизация тут существует. А тут уже оживленная улица с магазинчиком или базарчиком. Тут есть бетонная дорога. Вот почему-то мне это место напоминает центр Анкары, про который я уже когда-то писал пост в Live Journal. Там тоже точно такой же колорит. А там в лесу виднеется какие-то купола. Иду обследовать. Отсюда открывается вид на сам город Старозагора, на центр. Это огромное здание, это центральный госпиталь. Такой вот он огромный, почти небоскреб. А рядом тут такая вот улочка. Типично цыганского квартала. Вот эта лестница кажется красивой. Почти произведение искусства, если бы не выбитые стекла на стенке. Ну а тут явно барон живет. Такое вот здание с квартирными формами, заборами, статуи на крыше гаража. Ну и почти везде мокро на улицах. Очень жарко, и они улицы попивают. Машины на каких-то номерах, кажется, греческих. И все сидят из-за гаражей, пьют кофе, общаются. Очень много собак на улицах. Тут есть школа. Так что с уверенностью можно сказать, что район достаточно цивилизованный. У них вон асфальтовое футбольное поле. Такая вот улочка. Вот. Я уже почти подошел к этой церкви, которую я там увидел с далека. Ну, я сначала зайду на территорию школы, посмотрим, как она выглядит поближе. Вот, собственно, название. Решетки на окнах. Наверху есть болгарский флаг и флаг Евросоюза, который уже выцвели давным-давно. И это такая незатейливая, неухоженная территория. Здесь просто нет ничего. Есть а-ля футбольное поле. И все. Вот и вся территория школы. Ну, главное, что оно есть. А вот это здание, похожее на бункер, это музей, посвященный поселению времен неолита, найдено здесь, на этом месте. Сейчас он закрытый, конечно же, но зато можно посмотреть на то, какая тут прекрасная территория с различными хвойными растениями. Особенно прикольные вот эти вот кусты. Ну, и можно посмотреть на лестницу, сквозь которую пробивается трава. Болгарский лифт. Смотрите, у него нету внутренних дверей. То есть я вижу стенку, я ее могу даже потрогать. И могу даже... Не, не могу. Я хотел дверь ногой открыть на ходу. Блин, стрёмно, можно засыпиться за эти стенки. Так думаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА